Друзья мои, вы знаете, этот старый анекдот, когда ночью Пушкин убегает с памятника, бегает и срёд на голову голубям. Вот Александр Сергеевич к нам явился нынче, ночью. В этот раз он не стал ловить голубей, он просто Владимир Брилёв, если что. Здравствуй, Вова. Привет, Серёжа. Как жизнь ваша, ребята? Как хорошо, что вы смотрите «Наши счастья», потому что сегодня наши подруги, наши боевые подруги, наши коллеги и вообще... Наши музыкальные сожительницы. Да, наши музыкальные, можно и так сказать. В общем, очень крутой, но рядом, сегодня день рождения. Мы можем говорить цифру? Нужно, она сама тут объявляла. Мне кажется, больше, чем есть на самом деле. Она объявляла, по-моему, больше. Мне кажется, да, что она себе приписала. Гонит, гонит, чтобы на пенсию раньше выйти. Нет, три дня назад я просто офигел, я упал просто со стула, когда она звонит, говорит, Вов, мне полтинник. Я говорю, как полтинник? Налей полтинник. Налей полтинник, тебе не может быть полтинник. Я в шоке, конечно. Норка, она очень крутая, живая, настоящая. И вообще, ну, это человек, который может занять 4 часа утра и проговорить всю свою жизнь, все, что случилось, выслушать, все, что там у него случилось. Да, как она в электростале там устроилась. И это мы все знаем. Вы знаете, почему я люблю брать интервью у высоких людей? Потому что я хотя бы выпрямляюсь, а то обычно я как этот, карбун из этого. Ну, скажи-ка, тетя, что... Да. Ну, давай поздравляем ее, что? Мы сегодня по-быстренькому. Нора, дорогая, счастья, здоровья, любви, успеха, терпения, новых хитов. Побольше радиостанций и табунами тебе, зрители, на твои концерты. Ну и приглашай нас всех почаще, а мы все будем всегда рядом. Твой Владимир Брилев. Владимир Брилев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова